В ближайшее время концерн надеется получить заказ на новый АК-12. Кжевские оружейники уверены, автомат получился такой же простой и надежный, как АК-74, при этом более точный и удобный. Переключить режимы огня, и это становится уже комфортным и удобным оружием. Стрелять из этого оружия гораздо комфортнее, чем и штатного автомата. АК-74, конкретно этот с комплектом модернизации, но по сути это самый массовый автомат в российской армии. Стрелять из такого давно уже привыкли. АК-12 может войти в состав экипировки «Ратник». Стреляет чуть мягче и должен стрелять чуть точнее. Ну и новинкой жестких оружейников здесь сбалансированная автоматика. Как будто бы и не я стрелял, никакой отдачи. На заводе это оружие называют автоматом будущего. У него еще нет даже имени. Сбалансированная автоматика сделала новый «Калашников» дороже, сложнее и тяжелее, чем классические модели, включая АК-12. Однако есть ряд преимуществ, которые могут заинтересовать и спецслужбы, и Министерство обороны. Когда стрелок делает выстрел, то помимо отдачи происходит еще подброс ствола. То есть оружие уходит с линии огня, с цель. Мы ее не контролируем. Мы должны дождаться, когда оружие вернется на цель, чтобы сделать повторный выстрел точный. Так вот это оружие, ну, грубо говоря, стоит на месте, как вкопанный, когда стреляешь. На этом новинки «Калашникова» не заканчиваются. Концерн выходит на рынок военных многофункциональных комплексов. Например, идет разработка боевого дистанционно управляемого модуля. Оператор может вести огонь при помощи джойстика из сенсорного экрана. Пулемет ПКТ, всем известный 7,62 калибра, пулемет Корт 12,7, также может ставиться пулемет НСВТ при необходимости, значит, и два гранатомета. Для каждого вида, значит, предусмотрена своя постель, свой, значит, своя лента подачи и, соответственно, свой ящик под патроны. У боевого модуля есть возможность автоматического сопровождения цели. То есть оператор выбирает объект, за которым нужно следить. Но решение о его уничтожении машина принять не может. Все равно огонь на поражение открывает человек. Боевой модуль предназначен для установки на бронеавтомобили семейства «Тайфун» или десантные катера, которые теперь тоже производит концерн «Калашников».